Вы верующие. Вы часто читаете Тору? Вы знаете, я бы сказал вот что. Знаете, мне больше нравится определение не верующие, а соблюдающие. То есть, я уже очень много лет, да, я держу шаббат. То есть, вот шаббат. После захода солнца в пятницу и до выхода первых звезд в субботу вечером, все. Ничего не делаете. Я не использую с телефоном, не автомобилем, не компьютером, ничего, да. И вы знаете, как бы очень многие мои друзья по бизнесу, украинцы, русские, да, они сегодня уже все себе в телефон тоже вкачали там это вот приложение, оно легкое, там шаббат, да, зажигание шаббата свечей. То есть, они знают, до какого времени в пятницу я отвечу на звонок. И вы знаете, кстати, если я часто люблю рассказывать такую историю, что вот эти, когда я с этими моими друзьями где-то нахожусь, да, и вот, условно говоря, вот суббота, да, они говорят, поехали там, я говорю, нет, я не могу ехать на машине. О, давай, слушай, там, поговорим, мы должны обсудить одну тему. Я говорю, да нет, я не могу пользоваться телефоном. Или если мы с ними где-то на выезде, там, в гостинице, и мы живем на 20 этаже, они садятся в лифт, а я иду пешком. И я говорю, да, послушай, ну почему такая у вас жестокая религия? А я говорю, смотри, ты сколько дней в году отдыхаешь? Все отвечают, ну, два раза в году. Ну, зимой в Куршевеле 10 дней, и летом там тоже 10 дней где-нибудь, там, на Лазурке, да, на море. Окей, я говорю, смотри, да, 20 дней. А сколько из этих дней ты не пользуешься компьютером или телефоном? Я говорю, ну, что ты, что, у меня три телефона, как я могу им не пользоваться? Дима, вы же знаете, вы знаете, что телефоны, да, бывает, что ты его уже к концу дня хочешь, его просто там. У вас же тоже, у всех мессенджеров, у меня за день там, ну, сотни звонков, сообщений и так далее. Я говорю, смотри, суббота у меня, да, у меня один день, шаббат. Но в году 52 недели. А есть еще праздники, да, там, Йом-Кипур, Пасха, Новый год. Итого 60 дней легко набираться, два месяца. То есть вы вообще не работаете? Я говорю, ты вообще понимаешь, что два месяца я без бизнеса, без разговарного бизнеса, без компьютера, без телефона, они смотрят и говорят, смотри, какая добрая религия. Шаббат, я ем только кошерное мясо. Вот, и я плюс... Тору вы часто читаете? Ежедневно. 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 И все время находите мудрость для себя новую? Дело, смотрите, вы знаете, Тора, это, ну, вы знаете, да, что Тора, это как бы менюэл, менюэл, это инструкция по эксплуатации нашего мира, да, и в принципе, смотрите, вот у меня, что происходит, есть недельная глава Торы, да, каждую неделю вот, например, читают определенную главу. Когда доходит до заканчивания еврейских, вот год, да, и вот Симхат Тора, праздник, да, праздник Торы, все танцуют, радуются, все, что нам Всевышний даровал Тору, и заканчивают последнюю главу. И со следующего дня после праздника, знаете, что происходит? Начинают читать сначала. Я вот думал, смотрите, у меня прекраснейшая память, я Золотой Теленок, ну, прочитал три раза, я могу цитировать его до сих пор, там, или 12-й Тур, там, страницами, да, я, как правило, я думал, ну, как можно одну и ту же книгу вот 90-летние, 80-летние старики читают, да, а мне сказали, смотри, она так написана, она так написана, что каждый раз, когда ты читаешь, ты находишь что-то новое. Я не верил, но это именно так, я могу подтвердить, что это именно так.